Эй-хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов в Плэй. Сегодня у нас Альфочка. Альфочка небольшого инди-проекта под названием Overcast Wilden and the Werewolf. Мы будем играть с вами за... За кого? За зомби! Ладно, тут, по-моему, всё нормально настроено. Поехали. Ой, в смысле за зомби? Тут, конечно, зомби есть. Нам доступен только пролог, и это, между прочим, неплохо. Мы слышим отличную музыку, я не знаю, будете ли её услышать или нет. Если Ютуб скажет, что нет, чувак, эта музыка не твоя, вы не будете её слышать. То есть он скажет, да, чувак, хуй, я такой музыки не знаю, тогда вы будете её слышать. Долгие годы город Равин процветал в мире. Люди сажали и собирали их зёрна в гармонии. И кто-то жил охотник, которого звали Валден. Валден. Он знал, как чёрный корабль в регионе, и он грустно начинал. Конечно, ничто не могло скользнуть от его персоны, который потерял часть его жизни. И несколько лет спустя Валден был атакован. Тремя кем-то охотник нашёл для себя птицу, которая после полуночи... Маска, бандиты, огонь, они и пистолеты снова ненавидели после этого. Выстрелили его в лоб. И Валден вместе с Кураж и управляемый учерчением, он у него пистолеты огонь, аккуратно стрельнул в их дьявола. Поняли? И я это не знаю, он нашёл какой-то большой пул, большой пул крови. Это было невозможно поверить, он поверил. Как-то он остался. С этого дня Валден закрыл себя внутри его дома и никогда не выходил снова. Несколько лет пропущено, и он первого время... Валден пообещал оставить его дом, пока солнце было высоко. Голубое небо стартовало в темноту, и пиздец, Валден калмли в свет его лояльная лантенция, и возвращался домой. Составляйте сами смысл, я смысла не понял. Отлично. Графика Рафаэль Капеллини Карминати. Аудио про... Ниху, я какой, смотрите, универсальный чувак. Прям как универсальный блок питания. История Рафаэль Капеллини Карминатия, Родриго Вазад. Смоё он ещё историю написал, просто красавчик. Что мы видим? Мы видим с вами руку, левую руку, несущую с собой лампу, и стрелочку, указывающую нам на мост. Собственно, на мост мы с вами прошли. Я не могу пойти туда без моего пистолета. Окей. Пойдёмте найдём его. Пистолет его. Где у чувака может быть пистолет? Я думаю, что он может быть только... Что такое? Ай, тащить можно. Смотрите, амнезия какая-то прям. Можно таскать. Ты, может, успокоишься, там нет как бы... Воу, Валдон, да ты просто силённый. Дверь одним плечом двери выносит. Вы посмотрите на него. Так, я так думаю, нам надо найти пистолет. Во! Ха, ружьё нашёл. Отлично. Ну всё, зомбари, держитесь нахуй. Я нашёл... О! Откуда? Откуда здесь столько досок? А, двигай объекты, держи правую кнопку. Да это я знаю, а нахер мне это надо-то? Я хочу ружо взять. Ружо моё дайте мне. Да не появляется тут какая рука-то! Чё я буду двигать-то? А, во, нашёл. Уйди отсюда. Не мешайте мне брать моё ружьё. Уйди тоже отсюда. Сейчас я сам себя здесь запакую и возьму ружьё. А! А-а-а! Хорош! Так, стрелять на левую кнопку, само собой, да? Правильно я понимаю. Всё. Это что такое? Какие-то красные камушки. Или, может быть, это хурма? Настолько спелая, что аж красная. Не знаю. Я такой хурмы ни разу не видел. Он не хочет туда выходить без пистолета. Ну, пойдёмте, смотрим сначала наверх. По-моему, наш Увалдан весьма тонок. Раз он в такие щели может проходить. Ну, естественно, Увалдан бухарик, как бы. Само собой, он живёт в доме один. Ну, чё ему не бухать? О, пистолеты, пресс, эртурелодид. Ам, ну. Это окей, ладно. Ты зарядил сейчас, нет? Мне не показывает, сколько у меня патронов в обоиме. Осталось показывать только что их шесть. Ну, окей. Я думаю, шести патронов для пролога нам вполне с вами хватит. Потому что пролог для такой графики и размера файла, который весил всего лишь 230, по-моему, с чем-то мегабайт, мне кажется, вполне хватит. И эта игра не будет такой длинной, чтобы нам успеть надоесть, потому что Валдан! Валдан не даст нам заскучать. Объектив, кросс-забридж, а пройди, греть, через мост. Без проблем, ребята. В хоррорах я очень люблю проходить через мосты. А-а-а! То есть, да, вот так вот, поняли, ребят, да? Нас будут пугать всего лишь обламывающимися потолками, ломающимися мостами. Ну, всё, а больше чем можно пугать? Ну, зомбарь, может, какой-нибудь вылезет. Хотя, какой зомбарь, если игра про Вервольфа? А Вервольф, как мы все прекрасно знаем, это оборотень. Это человек в обличии вол... Ох, вторая глава открылась. Моментум. Моментум — это клей. Валдан не чувствовал страха многие годы, но сейчас что-то изменилось. Ну? Дискриминейт, страхи, эхо сквозь горы, звуки разрушения вторгались в разум охотника. Город равинов. Евреи. Мы пришли в Израиль. Охуенно. Мы играем за Валдана, который пришёл в Израиль убивать евреев. Валдан, ты случи мне Гитлер? Подскажи мне, пожалуйста, а то ведь мало ли... Я не хочу играть за Гитлера. Вау! А, я стрельнул. Ну окей. Ладно, понятно. У нас, короче, с вами однозарядная винтовка. Как бы это плохо ни было... Откройте, пожалуйста, спасибо. У нас с вами всего лишь однозарядная винтовка. Здесь мы опять видим хурму какого-то хера. Она у всех одинаковая. Стаканчики, стульчики. Ничего примечательного в этом халупе в этой нет. Пойдёмте туда дальше. Я не вижу смысла в этом фонаре, если честно. Потому что что с ним, по-моему, что без него. Он не особо вообще ничего не освещает. Ориентируюсь, так сказать, по приборам идём. Нулевая видимость, ребят. Я не виноват в этом. Такое уж охуенно проработанное освещение в этой игре. А нажми тап, чтобы открыть мини-карту. Ух ты ж, ёп ты ж, мать твою, налево. А где я нахожусь? А, во, всё, нашёл я. Я большая стрелочка. Ну окей. Зачем она мне сейчас нужна? Это что такое? Собаки? Собаки аль волки? Кто это? Ой, как страшно сейчас стало. Как-то зашёл в такой атмосфере на всё это смотреть. А тут херрак ещё волчара какой-то завыл. Или собака какая-то. Ну нет, скорее всего это волк. Открывается эта дверь у нас? The door is locked. Дверь закрыта. Вы представляете? Нам сообщают. Если мы с вами дурны и не понимаем, что если дверь не открывается, то она закрыта. Нам просто написали, что чувак, дверь закрыта. Может быть там заперт волк и там нехера там делать? Ну не знаю. Это мы с вами по-любому в этом разберёмся. Открывай! Валден пришёл. Так. Вы просто... Вы тут такой... Мусор и мусорите везде. Ребят, ну это же нехорошо. Это какая-то церквушка. Церквушки тоже все мертвы. Вот так вот. А вы говорите бог. Ключ. Отлично! Ты так и будешь теперь у меня летать? Эй! Смотрите, как хитро сделано. Здесь если мы нагнёмся до конца, то мы не нагнёмся до конца. А сделано для того, чтобы не прорисовывать... Сделано это для того? Для чего? Выпустите как бы меня. Сделано это для того... Да я чем-то их разбиваешь, ты валден дебил! Патроны-то зачем тратишь? Я хотел кинуть. Я думал, что во всех нормальных играх правая кнопка брать, левая кнопка стрелять. В смысле стрелять? Не стрелять, говорю, а это как его. Прыгать. Ой, ну прыгать. Говорю, объекты кидать. Вылази отсюда нахер. Вот, мы засунули стул в бак. Ну хорошо, пойдём назад. Раз здесь нас не выпускают, мы найдём выход тут. Без проблем. Так он всё-таки может прыгать-то или нет? Нет, он не может прыгать. Нет, он может прыгать? Ты посмотри на него. А почему он не вылазит тогда? Как приседать? С? Нет. Где я нахожусь вообще? Я нахожусь в какой-то церкви, у которой снизу яйца. Это вообще замечательно. Вот посмотрите на это. Вот. Вот где я хожу. Прямо посмотрите. Ну это же яйца снизу. Отвечаю. Как выйти-то? Валден. Выйди, пожалуйста. Валден. Ну ладно, ну зачем ты меня заставляешь тупить в самом начале? Я бы, конечно, сказал спасибо, но не знаю кому. Но всё равно спасибо. Возможно, я буду услышан. Возможно, меня услышат. Что у нас тут? Опять всё те же бутылёчки. Какие-то сраненькие бочечки, которые нам, в принципе, не нужны. Ключ. У нас есть ключ. The door is locked. Хорошо, я так понимаю, ключ у нас к той двери, где выл волк. Ну так пойдёмте и посмотрим, что за падла там на нас выла. Откройте. Валден пришёл. Да тут склад. Вы смотрите, арбузы лежат. Нет, какие-то зелёные хурма. Это уже протухшая хурма. У нас есть переспелая хурма, протухшая хурма. А тут какой-то завод по производству хурмы, по-моему. Сейчас мы найдём всем этих хурмовчан. Покажем им, как надо правильно заготавливать на зиму. С оленья и варенья. Ну чё, волчара, я пришёл к тебе. Открывай. У меня есть ключ. Door unlocked. Ага, отлично. Она сюда... Ебать! Да чё сейчас было? Это... Закрой её, Валден. Закрой, пожалуйста, дверь. Ключ, хорошо. У нас есть ключ. Ещё один ключ. У-у-у. А, это конь! У коня не хватает половины коня. Это пол коня. Хо. Вот эти внезапные появления вместе с такой атмосферой на пару. Это какой-то дичайший вообще ватхёрд. Я вам отвечаю. Просто пиздец. Тут всё так тихо. Всё так... У-у-у. Ветер завывает. И внезапно прям по глазам бьёт. Даже больше не от звука, а от того, что по глазам вот эта вот рябь хлещет. Прям вот это беда. Дор... This door is locket. А для чего тогда мне ключ? Я же подобрал какой-то ключ. Для чего он мне нужен? Подождите-ка. Здесь больше нет закрытых дверей. Если уж на то пошло. Вот эта дверь открыта. А, вот ещё дверь. Понятно. Вот ещё где дверушка-то. Ну, открывайте, старушка моя. Сейчас опять ждём скримера какого-нибудь. Правильно я понимаю? Здесь всё горит. Везде пожар. Зайте, как их, зомби. Почему мне постоянно хочется сказать зомби? Потому что мы во всех играх играем за зомби. Или не играем за зомби. Или видим зомби. Так, тут кроме коней уже начали есть людей. Это не предвещает нам абсолютно ничего хорошего. Мы можем поднять тело. Ух ты, одной левой я сломал тебя, тряпка. Прощайся с жизнью. Ладно, мой клинч, трупец. Нам этого не простят. Но хотя, кому здесь нас прощать? О, как я его чётко приземлил, а? Был лежачий полутруп, стал стоячий полутел. Охуенно я. Сейчас спел, срифмовал. Отойдите-ка. Я хочу туда зайти. Опа. Разбираем завалы. Мы ещё между тем и МЧСовцы. Мне нужны какие-то шмотки для того, чтобы потушить пламя. Шмотки ему нужны. Ну, давайте найдём ему шмотки, окей. Так, дверь закрыта. Почему? Как так? Кто закрыл эту дверушку? Ребятушки. Ему нужны какие-то шмотки. Может быть, шмотки это имеется в виду куски тела? Явно дрова туда не подойдут, потому что с помощью дров оно ещё сильнее загорится. Давайте попробуем вот ему отнести вот эту вот шмотку. Этот кусок человека. Давайте попробуем. Не, она не хочет туда залазить-то, представляешь? Ну-ка, тогда отойди отсюда. Давайте сами попробуем залезть. Нет! Нужны, говорит, шмотки. Может быть, в этом доме шмотки есть? Мы просто их не заметили. Они пропустили как-то. Кирпичи какие-то или что это? Может быть, вот этим вот потушить? Агонину-то нашу. Ну-ка, пожар, давай тушись. Ни хера. Нет, не то. Ладно. Клотхс. Клотхс это, по-моему, какие-то шмотки. Или не шмотки? Что я, блядь, несу? Я не в курсе. Вот! Отлично. Подушку надо взять. Подушкой. Будем подушкой тушить пожар. А почему нет? Будем сильно ей махать. Вызовем ураган. Он принесет с собой пожарных. И пожарный потушит огонь. Да? Ты тушишь, нет? Ты пошла-то нахер. Другие шмотки нам нужны. Может быть, нам нужна кочерга, чтобы, так сказать, разбуторить угольки. Все будет хорошо. Вот почему в этот огонь он может зайти, а в тот огонь он зайти не может. Как это так? Кто-нибудь мне объяснит? По-любому же должно быть какое-то разумное объяснение всей происходящей здесь хератии. За этим домом тоже ничего нет. Наш Валдер, кстати, бегать не может. Печалька. Откровенная печалька. Так, а в этом доме у нас закрыто. Да, в этом доме у нас закрыто. Тогда я в панике, тогда я в растерянности. Я вам серьезно говорю. А! Шмотки! Точно! Может, шмотки наши надо шмотки-то намочить? Что-то я об этом не подумал. Ну, хорошо, ладно. Давайте посмотрим. Вэт. Вэт, по-моему, не сырой. Вэт, по-моему, какое-то другое означает слово. Но я не знаю. Да! Смотрите-ка, он может сюда зайти. Ой! Ключ. Еще один ключ. Давай, чувак, ключ мне. Ну, что заставка-то не проходит? Да-ха-ха, конечно. Сейчас я тебе поверил. Да-да, лежит. Смотри на него, а. Пришипился, типа, чувак. Я уже давно сгорел. Ты можешь спокойно... Затемлять ключ! А-а-а! А-а-а! Че сейчас укол у меня крутилось? Че-то я не понял. Ладно, это ключ, наверное, от этого дома. Ну, окей. И ведь правда-то посмотри. Открывайся быстрее. А-а-а! Блин! Какого хера? Где вы эти оборотни-то? Че мне тут призраков-то суете? Мне оборотни нужны. А-а-а! Еще один ключ. Что есть страх? Страх это ужас. Это херня. Хоррор, паника. Дредд. Что ты знаешь? Что будет, живя сквозь смерть? Окей, ладно. Не, ничего не понял я сейчас. Это не главное. Подумаешь, английский язык. Так, ключ. Теперь я знаю, от чего этот ключ. Objective. А, цель. Покинь этот город. Этот зловещий, злосчастный участок земли, огороженный очень маленьким непрочным забором, которому один херня заставляли искать ключи. Я не знаю, почему не надо было просто перелезть. Окей. Мы прошли город. Моментум 2. Ух ты ж, нихера тут частей. Валден завершил терминейт и... И что? И не смог что-то... Что случилось в этой деревне. Он не смог выяснить, что случилось в этой деревне. Наверняка имелось в виду то. Он был в мистическом его лево. Он письмо содержал... О, блядь. Тысячи вопросов сквозь его сознание. Но он знал одну вещь. Его миссия только путь. И... Вся эта мистерия. Лес Семилун. Нихера себе. Лес Семилун. Вы посмотрите на это. Ладно, ребятушки. Дабы много не тупить. На этом мы закончим. А продолжим с вами. В следующей серии. Почему бы нет игрушек. Это достойное. Поэтому ссылка наплывет сверху в аннотациях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. И не пропускайте ни за что вторую часть Валдена. И оборотня. Все, ребятушки. Всем пока. Нихуя тебе. Субтитры сделал DimaTorzok